Книга «Открытым оком». Том 26, вопрос 3856, тема «Промысел Божий». Предведение судьбы человека Богом не есть ли предначертанность всей его жизни? И получается, что у человека свобода нисколько не лучше свободы, брошенного с сильной рукой камня. Вроде он и сам летит, да летит только туда, куда его запулили. Так в чем же тогда свобода его, начиная с зачатия, о котором его никто и не спрашивал? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. По этому вопросу шли целые века деспуты, распри, спойра великих людей. И, собственно, это тот самый вопрос, на который великий святой апостол Павел не ответил, а только прикрикнул, чтобы таких вопросов и не задавали больше. Римлянам 9, с 18 по 21 стихи. «Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли, сделавшему его, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Псалом 138, 16 стих. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. «Но зачат я был ночью порочно, и явился на свет не до срока. Я рождался ни в моках, ни в злобе. Девять месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, додонули, Что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти пылинные, Когда срока огромные брели в этапы длинные, Их брали в ночь с зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания». 1975 год. Владимир Семенович Высоцкий. Исайя 45, 10. «Горе тому, кто говорит Отцу, Зачем ты произвел меня на свет? А Матери, зачем ты родила меня?» Бывают светлые мгновения, Земля так несравненно хороша, И неземного восхищения полна душа. Творцу миров благоухания Несет цветок и птица песнь дарит, Создателя его создания благодарит. О, если бы воедино слиться С цветком и птицей, и всей землей, И с ними, как они, молиться одной мольбой, Без слов, без думы, без прощения, В восторге трепетном душой гореть, И в жизнерадостном забвении благоговеть». 1902. К. Р. Колоссинам 3.16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, Со всякую премудростью, Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, Словословием и духовными песнями, Во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. В нашей жизни прекрасной и странной И короткой, как розчерк пера, Надымящейся свежей раной Призадуматься, право, пора, Призадуматься и присмотреться, Поразмыслить, покуда живой, Что там кроется в сумерках сердца В самой черной его кладовой. Пусть твердят, что дела твои плохи, Но пора, научиться пора, Не вымаливать жалкие крохи Милосердия, правды, добра, Но пред ликом суровой эпохи, Что по-своему тоже права, Не выжуливать жалкие крохи, А творить, засучив рукава». Булат Акуджава. Исайя. 6.5-8 стихи. «И сказал я, горе мне, погиб я, Ибо я человек с нечистыми устами, И живу среди народа так же с нечистыми устами, И глаза мои видели царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, И в руке у него горящий уголь, Который он взял клещами жертвенника, И коснулся уст моих, И сказал, «Вот это коснулось уст твоих, И беззаконие твое удалено от тебя, И грех твой очищен». И услышал я голос Господа, Говорящего, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Верь, говорят они, Мучительны сомнения, С прездвечных тайн Не снять покровов роковых, Не озарить лучом желанного решения, Гнетущих разум наш вопросов мировых. Нет, верьте вы, Слепцы трусливые душою, Из страха истины себе я не солгу, За вашей жалкою я не пойду толпою, И там, где должен знать, Я верить не могу. Я знать хочу, К чему с лазори небосвода Льет солнце свет И жизнь в волнах своих лучей, Кем создана она, Могучая природа, Твердыни гор ее И глубь ее морей. Я знать хочу, К чему я создан сам в природе, С душой, скучающей бесцельным бытием, С теплом любви в душе, С стремлением к свободе, С сознанием сил своих И с мыслящим умом. Живя, я жить хочу Не в жалком опьянении, Боясь себя зачем, Пытливо вопросить, А так, чтоб в каждом дне И в час, и в мгновение Таился бы вечный смысл, Дающий право жить. И если мой вопрос Замолкнет без ответа, И если с горечью Сознаю я умом, Что никогда лучом Желанного рассвета Не озарить мне мглы, Чернеющей кругом, К чему мне ваша жизнь Без цели и значения? Мне душно будет жить, Мне стыдно будет жить, И полной гордости, И мощного презрения, Цепь бледных дней моих, Без слез и сожаления, Я разом оборву, Как спутанную нить. 1883 год, Семен Яковлевич Натсон Первое царство 3.10 И пришел Господь, И стал, И воззвал, Как в тот и другой раз, Самуил, Самуил, И сказал Самуил, Говори, Господи, Ибо слышит раб твой. Вперед, Вперед, забудь свои страдания, Не отступай перед грозой, Борись за дальние сияния, Зарей блеснувшей в тьме ночной, Трудись, покуда сильно руки, Надежды ясной не теряй, Во имя света и науки Свой частный светоч подымай, Пускай клезмят тебя презрением, Пускай бессмысленный укор В тебя брослает с озлоблением Толпы поспешный приговор, Иди с любящей душою Своей уторную тропой, Встречай грудью молодую Все буре жизни трудовой, Буди уснувших в мгле глубокой, Уставшим руку подавай, И слово истины высокой В толпу, как светлый луч, бросай. 1878 год. Семен Яковлевич Натсон. 2 Коринфянам 8.9 Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, Что Он, будучи богат, Обнищал ради вас, Дабы вы обогатились Его нищетою. Ефесянам 3.13 Посему прошу вас не унывать При моих ради вас скорбях, Которые суть ваша слава. Я тех мест святыми не считаю, Я от тех лесов почти отвык. Там по мне, наверное, не скучает Очень звонкий маленький родник. Он пропах землей, травой и хвоей, В жаркий полдень холоден всегда. А опустишь руку в голубое, Заласкает светлая вода. У его задумчивого пенья Я большой учился чистоте, Первым самым робким вдохновением, Первой самой маленькой мечте. Я тех мест святыми не считаю, Только я не так еще отвык, Только пусть пока не высыхает Очень звонкий маленький родник. Пусть вдали от низенького дома Я мужая сделаю седым, Я еще приду к нему живому, И еще напьюсь его воды. 1945 год. Владимир Алексеевич Салаухин. Псалом 106, 35 стих. Он превращает пустыню в озеро И землю иссохшую в источники вод. Откровение 7, 17. Ибо Агнец, который среди престола, Будет пасти их и водить их На живые источники вод, И отрет Бог всякую слезу сочей их. Псалом 107, 26 стих.